привет всем любителям ГБО большинство из вас конечно же знают какие газовые форсунки являются хорошими какие из них при этом являются дешевыми и конечно же у вас есть мнение о том какие из форсунок являются быстрыми но насколько они быстрые давайте постараемся сегодня выяснить в данном тесте будут участвовать форсунки которые активно ставятся на просторах западной сибири и которые оказались у меня под рукой давайте познакомимся с участниками соревнований так за точку отсчета мы возьмем самые популярные в альтеке type 30 которым уже лет 30 но тем не менее они остаются самыми популярными дешевыми форсунками эти выпускаются под брендом digitronic идут в комплектах сопротивление 3 ом а началось все с того что в руки мне попали форсунки вот такие в альтеке 2 ома тип 30 модель 33 bfc сама рампа облегченная посмотрите насколько меньше стали ее габариты то есть экономия на лицо человек который вручил мне эти форсунки из касты иллюминатов поведал что основное отличие это торец который сделан из нового сплава менее подверженного намагничивания разбирать форсунки крайне не рекомендовал что я в общем то и сделал и сразу выяснил что по остальным параметром они не отличаются от старых вальтеков основной конкурент вальтеков форсунки rl это как твикс до черные белые вот и фабрики видимо тоже расположен через дорогу поэтому они всегда выпускают примерно одно и то же и ближайший конкурент это рампа и g1 apache hd и так с этими двумя форсунками по мнению обывателя должны по скорости конкурировать вот эти омвиелки оригинальные это или лицензионные или еще какие-то ходит много слухов но вот эти форсунки идут с диджитрониками написано что сделано они в италии поводов сомниться в этом у меня не было когда придут форсунки из другого источника я их сравню конечно далее с омвиелами могут конкурировать лавата кп раз мы заговорили о лавата то здесь же лавата джей сейчас минутку буковка джей набита но не суть важно в общем это самые тормознутые по общему мнению форсунки но они же самые вечные если вы тихоход это ваш выбор все эти форсунки будут у нас сравниваться где-то по скорости с вальтеком type 30 дальше схожие по конструкции слова то джей это версии джейпи 13 также мы сравним кто из них быстрее будет интересно все мы знаем что версии выпускали одни из самых быстрых форсунок своих посмотрим как эти поведут себя но и также считается что достаточно быстрыми являются а и б либо ландеренза либо диджитроника и б значит с кем они могут сравниться с кпшками своем виллом это мы узнаем позже синяя хана конструкцию мы уже смотрели как она устроена подруга ее зеленая хана как вы видите залежались они на складе шли они видимо в комплекте с зенитом когда-то сравним ну по скорости с ханой у нас могут конкурировать на ринг вызываются берси смотрите-ка но это синие самые низкопроизводительные далее мы призываем оранжевые ну и наконец-то самые производительные убойные это желтая по фамилии супер макс и темная лошадка это завали мы и также сравним кому она ближе завали джет целью этого увлекательно развлекательного эксперимента является выяснить минимальное время открытия газового инжектора при нормальных условиях источником сигнала будет служить блок макси 2 на все форсунки мы будем подавать вот такой импульс длиной 4 миллисекунды сразу на выходе из форсунки будет стоять датчик давления который будет фиксировать нарастание давления на выходе мы получим вот такой сигнал сейчас я поясню что есть что и так этот уровень это уровень атмосферного давления то есть форсунка стреляет просто в атмосферу вот этот участок это подъем плунжера или мембраны над седлом клапана пока высота подъема не перестанет оказывать влияние на выход газа далее идет вот такое плато то есть это просто выход газа через форсунку затем идет спад это момент закрытия форсунки и даже ниже атмосферного давления это разные фруктуации мы их в расчет брать не будем так теперь все вместе подаем входной сигнал длительностью 4 миллисекунды на форсунку замеряем время задержки между подачей входного сигнала и временем до полного открытия газовой форсунки также обратим внимание на время закрытия форсунки считать его будем от момента снятия входного сигнала до падения давления на выходе до атмосферного на амплитуду выходного сигнала с форсунки внимание попрошу не обращать все форсунки новые газа не нюхали давление температуры длина входного сигнала для всех форсунок одинаковые величина жиклера для каждой форсунки максимальной либо жиклер отсутствует полностью понятно что в реальных условиях эти показатели могут отличаться но будем считать этот тест всего лишь частным случаем для новых форсунок итак бодяга закончилась начинается дуэль особо комментировать здесь нечего закономерности сейчас поймете поэтому слушая музыку в интересном месте можете ставить на паузу разглядывать музыка для наглядности я периодически буду вытягивать на экран результаты 30 рейки либо лавата джей музыка 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 ну как не уснули еще просыпаемся смотрим дальше музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, завали, завали совсем на чуть-чуть, на какое-то попугайское крылышко опережает форсунки BRC И пока верстался номер, в руки мне попали форсунки Keihin от оборудования Prince, снятые с 200-го крузака Конечно, они были присовокуплены Вот результат В общем, Keihin показали результаты почти как BRC И еще раз быстро, от самой тормознутой до самой быстрой А теперь все вместе Таким образом, все форсунки из данного теста можно по скорости разделить на три группы Это видно на общей осциллограмме При этом средняя группа получается достаточно большой И из нее можно выделить наиболее быстрые, это IB и Lovato КП Форсунки Zawa или Jet становятся Клинтом Истудом в этом соревновании Ну вот, собственно, и все Но, говорят, в городе появился новый шериф Субтитры создавал DimaTorzok